Всем привет, друзья! С вами Андрей, это канал Футбол, это жизнь, и мы продолжаем нашу карьеру за тренера FIFA 23. Перед началом этого видеоролика хотел бы вам напомнить о том, что у меня есть второй канал, игровой канал RNT. Ссылочка на него есть в описании под этим видео, поэтому переходите, подписывайтесь, кому интересны игровые прохождения или летсплей на ютубе, буду рад вас всех там увидеть. Сегодня у нас действительно интересные матчи. Это выездная игра против Лестер Сити, домашняя игра против Манчестер Сити, и едем в Лондон на выезд против Тоттенхэма. Ну что же, Эвертон сейчас идет на шестом месте, играем мы против Лестера, которые идут на одиннадцатом. У нас стали какие-то действительно проблемы в обороне, особенно в прошлом выпуске. Мы и Челси проиграли, дважды пропустив с пенальти от Абуми Янга, также проиграли Брэнфорду вроде. Ну вот сейчас нужно реабилитироваться как минимум против Лестера, потому что дальше Манчестер Сити и Тоттенхэм, две сильные команды, которые сейчас вот идут на четвертом и пятом месте. С ними наша вот, наверное, максимальная такая прямая цель будет, ну минимальная, это ничья. Вот с Лестером, мне кажется, наши амбиции должны доходить до победы, поэтому играть я буду первым составом. Кстати, вот это вот надо посмотреть, первым ли составом играть. Игра против Лестера 30-го числа, а 3-го мы уже играем с Манчестер Сити, поэтому хорошо, что я сейчас зашел, пересмотрел, когда у нас игра. Будем играть вторым, каких-то игроков я все-таки выпущу из основы, но придется сейчас к таким прибегнуть изменениям. Ну что же, здесь я только заменил Пикфорда, поэтому одна единственная замена. Отыграем таким составом, состав Лестера на ваших кранах, поехали. Итак, Кинг Пауэр Стадиум, Лестер против Эвертона, а английская премьер-лига начинаем. Итак, Лестер разыграли в центральном круге, и здесь у нас контратака Лестера уже на 4-й минуте против Барнса. Сейчас мы противостоим, так, здесь берем Гудфри, передачу он вперед не отдаст, перекрыли вроде как мы все пути. Так, Дэвис, тут на Диди, Телеманс, и отлично Анана отыграл, я не помню, он бельгийц, не бельгийц, кстати, так что сейчас могло быть бельгийское противостояние в полузащите, надо вот посмотреть, задаться вопросом, Анана бельгийц или нет. Так, опасный момент, но здесь Коди отлично у нас справился. А когда наш-то момент будет? Вот, отлично, на 28-й минуте. Вот, как раз Анана с мячом. Так, Винагре. Через Дэвиса увидели. И Вобби, а куда? Кальверт Льюин вот убежал, мне интересно, мне кому передачу, надо куда вперед отдавать. Дэвис через Кальверт Льюина, который забивает давно, не было от него забитых мячей, я не знаю, может быть это действительно его тот самый долгожданный третий гол. Первые два он забил в первом и во втором туре, а сейчас уже там 14-й, 13-й идет. Но, главное, что забил, ну вот, штрафной на 38-й минуте от Лестера. Мы реализовали свой первый и пока что единственный момент. Ой-ой-ой, отлично здесь Пиферд, главное, что справился. Уже второй тайм идет, у нас есть возможность навесить, но вряд ли будем навешивать, надо посмотреть по ситуации Гордон. Ну все, здесь уже и потери мяча, потом даже и навесить не смогли. Контратака за, ну, 15 минут до конца. Один Кальверт Льюин впереди, поэтому на него передачу не хотелось бы отдавать. А вот так, вот на его обе, конечно, его фланг, и он пустует, и почему бы не пройтись. А вот на кого передачу-то там дальше делать. И, нет, ну, момент был отличный, почти пасом. Ну, пас-то точно дошел до Кальверта Льюина. Вот, пробить, уже не смогли на крылья. Снова, снова штрафной в концовке встречи. Отлично она насправляется, здесь у нас Миколенко. Так, и угловой, отлично, на 90-й минуте, поэтому забьем сейчас, увеличим преимущество и спокойно точно выиграем. Поэтому Гордон на подаче, на ближнюю так подает. Так, Кин на подборе, а может быть за Кина пробить, почему бы и нет. Иверсон переводит мяч на угловой, но на этом, кстати, все. То есть мы, действительно, реализовав свой первый момент в матче, победили. Руни одерживает победу на выезде, ну, Эвертон, не Руни, Эвертон, одерживает победу на выезде над Лестером. По моментам владения на нашей стороне у нас и 9 ударов, и 3 момента, поэтому, ребята, молодцы. Итак, от помощника тренера пришло сообщение Пикфорд и графика его развития, скорее всего, к рейтингу, да, прибавил. Даже плюс 2 уже оказывается за сезон, поэтому давайте посмотрим, может быть... Да, вот, просто ему можно на вратаря поменять и быстрее прокачается до 85-го рейтинга. Сообщение от Миколенко. Тренер, я честно беспокоился, что вы планировали меня заменить. Просто появление в команде новых лиц вкупе со всеми этими слухами из пресса выбили меня из колеи. Спасибо, что все прояснили. Ну что же, а вот и игра против Манчестер Сити. Тем, отставания вроде как бы не сильные, но 6 очков все-таки, и здесь уже практически у нас половина сезона пройдена. Все-таки 14 туров, более-менее какая-то ясность в своих позициях есть у команд в расположении, но все-таки борьба продолжается. Если мы остаемся на том же месте, меня оно устраивает, поэтому надо его вот добиваться, застолбить, так сказать. Лидируем на этом месте мы на 3 очка, опережая Кристал Пелос и ту же Астон Виллу. Но вот, 3 очка до Тоттенха мы еще. Как бы не хотелось бы в Лигу Европы с таким составом, который у нас, вот Лигу Конференции, я бы действительно хотел. Ну и играть, естественно, будем мы против Сити первым составом, мы играем дома. Вот, наш состав на экранах у вас, Коуди, естественно, уставший, потому что он в двух составах. Играет у нас состав Сити на ваших экранах самый боевой, как мне кажется. Поехали. Гудисон Парк, Эвертон против Манчестер Сити с другой манчестерской командой. С Юнайтед мы сыграли в ничью 1-1, тогда вроде мы даже первые вышли вперед по ходу матча, а потом там Роналду с пенальти нам забил. Но вот посмотрим. И тут сразу уже на 14 минуте сольный проход от Сити. На Морезе пошла передача, надо сейчас пытаться отобрать мяч Тарковский. О, все. Здесь пролет. Пикфорд, ну выходи, отлично, слава богу. Тут просто повезло, что именно так Пикфорд отобрал, потому что мы с вами вот уже за время игры ФИФА-23 видели более ужасные исходы вот таких вот выходов от защитников и вратаря. Отлично. Мы две оборонительные такие ситуации прошли. Вот теперь контратак со стороны Эвертона надо вот воспользоваться. Этим моментом Докуре на Марсиале хороший пас. Тут Аки. Я не знаю, какой игрок Аки, но я думаю, надо его проходить. Отлично. Еще на Джасси на передача. Подавать можно было. В итоге заработали как бы угловой, но а толку? Второй тайм уже идет. Снова стольный проход от Сити. И тут уже Эрлинг Холланд против Коади. Тут нам повезло более-менее. Мяч спокойненько до Пикфорда обратно отпустили. И вот опять же атака со стороны Сити. Правда теперь хоть не контратака и не какой-нибудь там сольный проход. Марес. Отлично Коади. Перехват отлично сделал. Наш-то будет момент. А у нас только вот такие. Либо контратака, либо вот навесить. Ну вот надо пытаться углового что-то делать. Так, вот здесь подбор выиграть и пробить даже можно Докуре. Ух, а если бы с таким вот рикошетом бы от Марсиали, мяч бы все-таки залетел. Изменил бы траекторию. И вот снова сольный проход Холланд и Коади. Вот тут передача на Мореза. Отлично, Спенси отобрал. И вот пенальти. Вот снова пенальти. Ну посмотрим. Два мы не отбили в матче с Челси. И вот Дебрюйне. А нет. Хотел его как-то раскачать. Сначала в правую сторону двинулся. Прыгнул сам в левую. Но давайте Кальверта Львина на правого нападающего поставим. И Дебрюйне побежал к Гвардиоле. Ну вот. Как-то так. А у нас снова вот угловой. Я так понимаю, Таунсенда не заменили еще. Я Кальверта Львина же выпускал вроде. Ладно. Подача. И гол. Супер. Кин забивает. Да, тут там мяч-то и не надо брать. Нам надо подбежать к своим болельщикам. И действительно вот. Поблагодарить за эту поддержку. Ну вообще супер. Снова мы забиваем ворота манчестерской команды. И ничья. И это супер. Отобрали очки у Сити. Как я и сказал. Наша задача минимума. Выполнена. Ребята молодцы. Даже воспользовались теми моментами, которые у нас были. Тем более не самым таким востребованным именно угловой. Но вот получилось. Кин стал игроком матча. У нас всего лишь был один момент. Вот. Владение естественно на стороне Сити. Так. Вот Кин забив гол ворота Сити. Получил себе плюс один к рейтингу. В 29 лет. Ну пойдет. Давайте посмотрим, что ему по тренировкам можно еще сделать. 69 недель. В принципе и оставляем. Либера ему. Сообщение от Грея. Привет тренер. Вокруг уже все говорят о том, что вы меня на новую позицию переводите. Я просто хотел сказать, что готов делать все ради успеха команды. Если вы считаете нужно, буду играть как нападающий. Я не знаю там какие перестановки во время матча происходят. Но давайте будем вот так вот отвечать. Что делаем все ради блага команды. Хотя я его ни на какую позицию там нападающего не ставил. Ну вот у нас и ситуация теперь обострилась возле нашего шестого места. Crystal Palace уже впритык к нам подобрался. Минимальное у нас лидерство. Играем против Тоттенхэма. Также битва двух ближайших строчек. Пять уже очков до Тоттенхэма. Но я не пытаюсь забраться на их место. Я хочу просто отстоять свое шестое место в чемпионате. Именно в этом наверное сезоне это прям вот моя задача максимума. Чтобы поиграть в следующем году в Еврокубках. Ну а здесь естественно против Тоттенхэма будем играть первым составом. Но я бы все-таки еще раз бы посмотрел по календарю. А там игра Brighton, Newcastle, Arsenal. Это уже на следующий выпуск. Поэтому там мне кажется все будет нормально. Здесь вторым можно сыграть. Поэтому составы на ваших экранах. Играем на выезде. Son Kane. Самый опасный. Вот Льюрис на воротах. Тоже будет трудно. Ну поехали. Английская премьер лига. Тоттенхэм Ходспурт Стадиум. Шпоры. Принимают Эвертон. Матч в рамках какого там уже 16 тура. Английская премьер лиги. И первая же возможность появляется у Эвертона. Замечательно. На 16 минуте. Будем развивать свою атаку. Грей. Центр через Марсиаля. А почему никто дальше-то не помог? Это плохо. Так, Таунсэнд. А подавать вот. Ну это как-то сильно я на Марсиале пытался на самом-то деле. Здесь вряд ли верх-то выигрывает. Да, против Бесаумы. И снова контратака у Эвертона. За 20 минут две возможности у нас уже. Замечательно. Итак, ну тут сольный проход Грея. Посмотрим, выйдет или нет. Но вроде как-то проходим. Замечательно. Можно и назад. Главное, чтобы нас не выкинули из этой ситуации. Скажут, что вышли за пределы зоны. Так. Отлично. Очень даже хорошо Грей как развернул. И пробить Грей. Ой, шикарно. Эвертон выходит вперед на выезде. Вот так вот. У нас никто не верил. А мы себя показали. А теперь еще и сольный проход. Это что? Возможная победа над Туттенхемом? Главное, сейчас не сгладить. Марсиаль будет решать этот момент. Так. Тут надо было, конечно, раньше ускоряться. Я как-то вот провалил сам уже этот момент. Я побоялся, что вот не получится. Думал, сейчас меня просто сразу съест защитник. Так. Здесь с мячом Эвертон. Отлично. Марсиаль. Снова передача на Грея. И 2-0. 2-0. Грей. Шикарно проводит первый тайм. Гол плюс пас за 28 минут. Шикарный результат. Так. А вот теперь Туттенхем в концовке первого тайма атакует. Представляете, если бы забили бы сольный проход еще, уже бы 3-0 ввели. Так. Кулусевский. Кулушевский. Отлично. Кин. Все здесь отоборонялись. Второй тайм. Начало второго тайма. Тоттенхем. В атаке. Но не хочется как-то мне упускать. Вот эту вот победу даже над Тоттенхемом. А вот это вот опасно. И очень неточный удар Бентанкура. Хотя ворота там оставались пустыми. Снова Бентанкура. А здесь Докуре. Ну просто все. Съел. Забрал. Супер. Наш момент еще будет или нет? Нет, похоже. Но возможно это победа, потому что уже 87 минута. Я вряд ли успею. Даже сейчас забьют один. Я не знаю бежать или не бежать за ним. Ладно. Здесь мне разыграли с Кулусевский. А я думал выпустит. А в итоге нет. Винагры. Отлично. Мяч накрыл с собой. Сон. Так. Передача на Кулушевский. Главное не зацепить. Кейн. Ну а здесь. Спокойно. Спокойно. Я уже думал сейчас там либо фолл. Либо что-то будет. Но я просто уже вынесу. Кстати с Пенса. Да. Встречается же против своей бывшей команды. Так. А что? Наш момент или нет? Нет. Все. Финальный цвисток. И представляете. За вот эти вот матчи. Против Сити. И против Тоттенхэма. Я заработал 4 очка. Хотя мне казалось. До 2 проигрышных будет у нас матча. Но замечательно. Еще винагры зачем-то капитанскую повязку отдали. Арендованному игроку. Странно. Но да ладно. Для нас это тоже плюс. Потому что у нас еще и задача от руководства стояла 10 матчей в сухую провести. А в этом сезоне у нас уже за выпуск 2 против Лестера и против Эвертона. Отличные 2 игры на выезде. Лучшим стал Грей. Потом Докуре. Вот владение на нашей стороне было. 7 ударов. 2 момента. Мы 2 реализовали. Ребята молодцы. Ну что же. А сейчас у нас вот такая вот ситуация. После 16 туров. Мы все так же идем на 6 месте. Лишь только приблизились к Тоттенхэму на 2 очка. И все так же Кристал Пелес не отстает от нас. Также все у нас минимальное лидерство к сожалению. Так. Ну и закончился также групповой этап в Еврокубках. Как я понимаю. Поэтому давайте мы быстренько пробежимся по всем. Ливерпуль Аякс в плей-офф Лиги Чемпионов. Наполи в Лигу Европы. Атлетико и Ливеркузен в ЛЧ. Порту в Лигу Европы. Бавария-Интер. Барселона вообще вылетает. Тут из-за разницы мячей Виктория попадает в Лигу Европы. Тоттенхэм-Спортинг. Марсель в Лигу Европы. Челси-Динамо-Загреб. Милан в Лигу Европы. Реал-Лейпциг. Шахтер в Лигу Европы. Сити-Севилья. Дальше в ЛЧ. Барусия в Лигу Европы. Пассажир Ювентус. Вот Бенфика в Лигу Европы. И мне вот интересно. Вот смотрите. Английские команды. Сити с первого места. ЛЧ. Челси с первого места. В ЛЧ Тоттенхэм первое место. Дальше проходит ВЛЧ. Здесь нету. Здесь нету. И здесь Ливерпуль. То есть все команды, все четыре команды заняли первое место. Все четыре английские команды в Лиге Чемпионов. Ну замечательно. Лейпциг сыграет с ПСЖ. Аякс с Атлетика. Ливеркузен против Тоттенхэм. Ну мы естественно будем поддерживать английские команды. Потому что мы все-таки здесь руни. То есть англичане будем поддерживать. Ливеркузен против Тоттенхэма. У Тоттенхэма неплохие здесь шансы. Спортинг против Реала. Динамо Загреб Сити. Сити здесь тоже повезло с жеребевкой. Сивили Ливерпуль. Мне кажется тоже более-менее Ливерпулю повезло. Ювентус Бавария. Интер Челси. Но здесь две равные такие, как мне кажется, команды. Вот. Посмотрим. Ну а в Лиге Европы я бы хотел бы только лишь на английские команды посмотреть. Арсенал занимает второе место. В группе Лиги Европы. МЮ занимает первое место. А вот не получилось у них шесть побед из шести взять. Ну вот и все. То есть две команды серьезно английские. Вот получилось так. И Арсенал будет играть против Милана из Лиги Чемпионов. Ну вот тоже топовая такая вывеска у нас. Ну и переходим мы к Лиге Конференции. Куда мы хотим попасть в следующем сезоне. Будем, по крайней мере, надеяться на это. Уэст Хэм занимает первое место. И будет играть с стадии 1-8 плей-офф Лиги Конференции. И все. Уэст Хэм, получается, была единственная команда. Ну то есть все. По логике я так и понимаю. Если займем седьмое место, мы будем участвовать в Лиге Конференции. Ну и предварительный раунд. Кому интересно, здесь английских команд нет. Ну и по статистике. Лучший бомбардир Крещано Роналдо. В чемпионате Англии сейчас 13 забитых. Ну делит первую строчку с Холландом. Наш Марсиаль на 21 месте. У него 6 забитых мячей в 13 играх. Лучший ассистент Варди Салах. Хотя здесь Фоден. У него матчей меньше. И 5 голевых он сделал наш. Лучший ассистент это Грей. 4 голевые в 15 играх. Ну и по сухим матчам. Здесь лидирует Пикфорд. Вот 6 сухих игр за 16 матчей. А матчей он меньше сыграл, чем Алисон. Поэтому заслуженное первое место. На этом, друзья, все. Всем спасибо большое за просмотр. Обязательно подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. Не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать наши видеоролики и стримы. С вами был Андрей. И канал Футбол. Это жизненная встреча, друзья. Всем до свидания. Субтитры сделал DimaTorzok